Девушки отдыхают Если ты наденешь один из костюмов от сияющих одежд и поговоришь с Ярлом, я тебе не только заплачу, но и позволю оставить костюм себе. Хорошо, вот костюм. Постарайся узнать мнение Элисифф о нем, и если ей понравится, упомяни сияющие одежды. Благодарю тебя за покупку. Выкладывай Да благословят тебя боги, и пусть земля содрогается под твоими шагами. Ты ведь знаешь, что богам можно поклоняться разом. Постой, выслушай мою просьбу. Мой господин потерялся между мирами, а я не все только побегу. Приходилось бывать в синем дворце. Его нужно увидеть. Даже если в нем сейчас одни. В смеющейся крысе есть теплые постели и холодный мир. Тебе бы точно. Прошу не прерывать заседание. Клянусь, из той пещеры так и струится невиданная магия. Странные шумы и странные огни. Нужно послать кого-нибудь туда. Тогда мы немедленно вышлем отряд солдат прочесать пещеру. Безопасность людей Хаафенгара превыше всего. Ваша светлость, мой хрустальный шар ничего там не показывает. Драконий мост под имперским контролем. Похоже, ерунда. Некоторые от любого шороха шарахаются. Возможно, все же следует отреагировать не так резко. А, конечно, ты прав. Фолк, скажи капитану Альдису, что я велела послать на Драконий мост еще несколько солдат. Спасибо, Ярл Ильисев. А что с пещерой? Я пошлю кого-нибудь в пещеру в армии. Не беспокойся, можешь идти. Прошу, со всеми вопросами обращайся к управителю. Фолку-Огнебородову. По всем вопросам обращайся к Фолку-Огнебородову, моему управителю. О, очень красиво. Шитье просто превосходное. Правда? Тогда передай им, что я собираюсь заказать несколько платьев. Удачи. Помолись за солитьют моего мужа. Я добился того, чего хотел. Лучше пойду я обратно в Драконий мост. Постой, выслушай мою просьбу. Мой господин потерялся, лишь умирал, а я не в силах его верну. Поглядывай в небо и будь насторожен. Если ты идешь в Синий дворец, лучше смени костюм. Если захочешь снять эти лохмотья, заходи в Сияющие одежды. Ничего страшного. Очень миленько. Но если вдруг ты захочешь надеть что-то более стильное, загляни в Сияющие одежды. Там мы приведем тебя в порядок. Ну что ты, это просто наблюдение. Вот если бы я ходила с открытой раной, мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь отправил меня к доктору. А твоя одежда, она как рана. Ей срочно требуется лечение. Великолепно. Ты оказал нам неоценимую услугу. Костюм теперь твой, как и было обещано. А вот еще кое-что за труды. Если понадобится новый костюм, приходи в Сияющие одежды. Ты часом не сможешь зачаровать мой меч? Лезвие такое тупое, что и масло не разрежут.